Музыка 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 Ну вот, шел-шел, на выход зашел в какой-то торговый центр Правда, все закрыто Время полдевятого Я думал кофе попить Какой-то вайфай найти Посидеть маленько С телефоном разобраться Можем заняться Чуть-чуть, если не видно Ну, посмотрим Вот торговый центр На окраине места Я выезжаю уже из города Второй этаж Музыка 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 Решил маленько перед дорогой затариться Колбаса тут недорогая Я взял чуть-чуть кофе Иду за водой Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 какой-нибудь может может где-то на мойке вай-фай есть может зайду на мойку ну чёрт его знает в общем вот так тут у меня день а пока вода греется надо умыться я умылся от зубы я не почистил пока есть вода пока греется тоже вода надо себя в порядок принести вот так друзья билеты аж мяны видно взятые часть пути автостоп до более-менее нормальный то есть две машины парень довез на 25 километров и второй довез он говорит если ведь вам удобно будет ягод круто ночь говорит довезу я сразу до автовой зоны да мне это самый оптимальный вариант но данный зашел момент зашел в такое кафе взял двойного экспресс пресса себе пью разрешили зарядиться телефон скинул парень тоже с кем первым ехали дал воздал мне вай-фай подключился интернет заработал ну не все приложение я успел обновить и тут говорят весь вай-фай будет в углу только надо зарядиться первым делом и в 6 утра у меня автобус на землю буду надеяться по границу по удобной удачи хотя видно будет но все-таки надеюсь на это и там что будет то будет но на этом всем спасибо двигаю дальше буду что мне делать опять попрощался и договаривай и впереди у меня еще до автобуса 11 часов ой кого 11 17 часов почти сутки думал камеры хранения есть у меня хоть рюкзак скинуть по городу с камерами проходить но опять не знаю если автор вокзал круглосуточный возможно на автор вокзале прописуюсь но как по ним понимаю подремать мне не удастся либо подремлю а завтра тут ехать буквально километров по моему 30 мне сказали до граница остается а 30 километров это считаете удастся поспать надо границу проходить то есть не знаю ну подремать где-то надо палатку я в городе планирую сегодня быть за город не выходить палатку я не знаю где поставить но в общем двигаюсь дальше в общем как я говорил стоп был прекрасным доехал я до ашмян на двух машинах подвезли два парня ну как я говорил я уже повторяюсь есть у меня такая привычка повторяться в общем поблудил поблудил автобус как я уже говорил в 6 утра у меня на вильмус еще желательно купить забронировать билеты не хочу покупать с вильмуса хочу просто попробовать прокатит не прокатит бронь ну думаю для консульства прокатывает значит должно прокатить и здесь то есть забронирую я автобус попробую самолет допустим с вильмуса там куда-нибудь и попробую забронить отель вильмусе ну не отель а хостел там есть по моему 300 рублей я находил самые дешевые это во первых ночи сегодня как рассказывал более-менее поспал но у меня правда поленился вчера теперь вот из-за собственной ну как говорится учиться на собственном опыте не зажег вчера горелку в общем лег как бы в холоде спать и ночь толком не спал ночью в общем ну тяжело тяжело было в данный момент заселился вот в такой номер номер двухместный тут два номера общий как бы там вот два номера там еще за стенкой один и общий пылес душа нету ну и по деньгам сколько это получается где-то рублей ну российскими где-то 350 около 400 рублей ну почему заселился хотел палатку поставить но город я покидать не хочу потому что я в палатке хоть и замерз но проспал до 7 утра и поэтому я боюсь если буду ночевать один то заведу все будильники на утро и мне в общем мне надо встать в 4 утра чтобы пол шестого автобус приходит прибывает там расписание есть вот пол шестого мне быть уже на автовокзале ну тут правда ходьбы минут 5-6 ходьбы до автовокзала но все-таки лучше перестраховаться а то буду опять билет покупать то есть билет мне обошелся почти в 7 белорусских рублей это 200 ну где-то 230 рублей российские ну жалко тут не знаю у меня вай-фай поймал там какой-то отель там ну она женщина сказала на рецепшене что вай-фай только на первом этаже возможно ловит и тут если ловит и тут то конечно мне бы с номера лучше было все это сделать или вверх ну а то есть смягко раздолбан ну гри ну в Таиланде мы дороже снимали в Таиланде мы минимум за 900 снимали двухместный номер с общей кроватью с Антоном ну там 900 рублей дешевле мы как бы не попадалось нам либо плохо искали ну я же что сделать за эти деньги то есть грубо сказать то есть 350 это равносильно хостелу а хостел ну думаю нормально для гостиницы то есть гостиницы сделано ну не знаю то ли когда-то была общага здесь то ли что ну народу я смотрю тут немного почти все номера вот я даже в калидор на втором этаже поднялся в калидоре света не было шоу с фонариком номер искал ну как бы вот так вот по городу не знаю хоть можно тут есть пару церквей можно сфотографировать но что-то я говорю я ребят не выспался в ней и поэтому спать охота вот сейчас думаю сходить в перестро пока еще не вырубился сходить забронировать билеты и это уточню билеты с Вильнюса куда-нибудь там до Варшавы допустим и в Вильнюсе попробовать на Букингера бронировать хостел в общем и попробовать маленько подремать если получится думаю возможно на кровати уснул кто-то скажет тут деньги отдал ну пять евро грубо сказать что сделаешь я думаю вот единственный сегодня день теплый ночь возможно будет тоже присылает температуру но груди здесь если я с Минска выходил я сразу какой-то закуток нашел хорошее целое то что можно было здесь надо либо стопить не до границы главный парень последний который довозил меня проехали мы с ним где-то километров сто наверное дошня разговорились он говорит границу вот на велике можешь переезжать то есть без проблем разрешает а пешком нельзя я говорю ну вот поэтому я говорю автобусы придется брать то есть потратился грубо сказать еще что почти у меня гостиница ну почти евро 7 я отдал рассчитывался кстати не хочу кто-то может спросить чем рассчитывался я есть у меня яндекс кошелек сделанную карта банковская яндекса то есть российская снимает без комиссии оплачиваешь без проблем единственное что надо указывать те страны где ты находишься то есть можно указать сразу несколько стран указал на первое время вот в беларусь и литву указал но там если что то есть доступ в интернет будет могу еще там если понадобится но на карте не так уж и много денег осталось ну думаю мне на автобус если что на хостел если крайний вариант если как я делал вдруг с братом не срастется чтобы у меня в Вильнюсе можно было бросить рюкзак и пошататься по городу то это в Вильнюсе я возможно возьму хостел а там двигаюсь на юг буду двигаться двигаться буду через Польшу и думаю там потихоньку теплеть начнет в общем пока все я отдыхаю расслабляюсь и буду двигаться завтра утром на Вильнюс а а а и и и Субтитры создавал DimaTorzok